МОСГУР СУД МОСГУР СУД приговорил к 11 годам колонии строгого режима 34-летнего ранее судимого уроженца Тбилиси Шалу Азманова. Как сообщили сотрудники прокуратуры, он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, а также по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Установлено, что Азманов имеет статус так называемого вора в законе и занимает высшее положение в преступном мире со сферы влияния в Московском регионе и Краснодарском крае, отметили представители прокуратуры. Кроме того, по данным следствия, в августе 2014-го Азманов в помещении автомойки в Москве выстрелил в администратора, причинив ему ранение бедра. Гособвинение в суде представлял заместителя прокурора столицы. Для анализа изображения на теле вора в законе, задержанного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, была проведена судебная культурологическая экспертиза. Она подтвердила, что пистолеты на груди, восьмиконечные звезды на коленях и ключицах, а также кресты и пауки свидетельствуют о принадлежности Куси к воровской элите. Опрошенные следователями оперативники МВД и ФСБ Российской Федерации, занимающиеся разработкой криминальных лидеров, также подтвердили, что такие наколки имеют право делать лишь коронованные воры в законе. Остальных на зоне за это могут убить или заставить срезать изображение вместе со своей кожей. Вторая улика против Куси, которая приведет его на зону, появилась сразу после его ареста в Москве. После того, как авторитета поместили в СИЗО номер 3, Пресня, сотрудники изолятора перехватили прогон. В нем воры в законе сообщали всем заключенным и охранникам СИЗО, что в изолятор прибыл их брат, и ему следует оказывать уважение, выполняя все его распоряжения. Куся, внучат и племянник главного авторитета России Захария Калашова, шакро-молодого, он пользуется авторитетом у людей, придерживающихся криминальной идеологии. В его сферу влияния входит Московская область и Краснодарский край. Продолжение следует...